И начинаем выпуск. В погоне с задержанием закончилось нарушение правил дорожного движения. Проехавший на красный свет микроавтобус не остановился по требованию полиции. Когда машину удалось все же заблокировать, находившиеся внутри люди попытались оказать сопротивление. В результате задержали пятерых. Водителя и пассажиров доставили в Приморский райотдел. Как выяснилось, это активисты скандально известной самообороны с канатной. Одесская патрульная полиция с погоней задержала на углу Троицкой и канатной микроавтобус «Рено». Находившиеся в нем люди попытались оказать правоохранителям сопротивление. Сейчас все они задержаны и доставлены в Приморский райотдел полиции. Погоня шла с проспекта Шевченко до канатной Троицкой. Остановленный за пересечением двойной сплошной тонированный микроавтобус попытался скрыться. Ловили его семь патрульных авто. По словам командира батальона, водитель и пассажиры микроавтобуса вели себя агрессивно. К тому же подтянулась группа поддержки, видя десятка мужчин в камуфляжах. Поэтому любителей погонять задерживать пришлось жестко. Газ действительно применялся, применялись наручники. Сила была применена только в той мере, которая необходима была в данной ситуации. При этом, по словам правоохранителей, задержанные пытались симулировать обморок. Я лично ловил одного из участников самообороны за руку, который просто подкашивал ноги и падал лицом об асфальт. Один из задержанных, скандальный активист самообороны Тодор Пановский, называет несколько причин, почему они с водителем уехали с места составления протокола. Да, порушили две сплошные, когда затор, пробка. Я попросил водителя, говорю, давай поехали, возвращаемся, потому что нет часа спрятать. Это было важным действительно. Важным национальным интересам действительно. Второй вариант менее героический, но более житейский. Я тоже на святой. Мне набридло стоять в заторе. Можливо, мне захотелось туалет. Через это я змушен был порушить. Продержав три часа в райотделе, активистов выпустили. Заблокированную машину досматривать не стали. Задержанные недовольны. А между тем, в действиях Тодора Пановского и его коллег, правоохранители усматривают возможную уголовную составляющую. Имело место втручание в ДИИ полицейского. Калификация предбачена 343 статье Кодекса Украины. Патрульные составили рапорты о происшествии и передали следователям. Уголовное это правонарушение или административное решать уже им.